Здравствуйте, если вы занимаетесь бизнесом или продажами в любой сфере более года, то вы наверняка замечаете, что сейчас меняются тактики и стратегии привлечения клиентов. Я говорю о том, что весь мир уходит в онлайн, причем очень большими шагами. Я хочу в этой серии роликов поделиться с вами своим опытом работы с онлайном, как это работает на рост моего бизнеса в разных направлениях и конкретно хочу начать с такого понятия, как социал-медиамаркетинг. Вообще, интернет – это, конечно, гораздо более широкое понятие. То есть, если вы хотите продвигаться в интернете, то здесь можно говорить и о создании сайта, или лендинга, или размещении информации на каких-то сторонних сайтах, какие-то партнерские программы. Но мы начнем с социал-медиамаркетинга, потому что я лично на данном этапе для своего бизнеса считаю этот вид интернет-продвижения наиболее эффективным. Итак, социальные сети какие? Любые. Одноклассники, Фейсбук, Контакт, Инстаграм, Линкдин, Ютуб, сейчас набирает популярность Перископ, любые. Кстати, забыла сказать, я занимаюсь сетевым бизнесом, но те советы, которые я буду вам давать, они, в принципе, применимы для любой сферы. Но иллюстрации все, конечно, будут именно на том, что делаю я. А что делаю я? Я строю команду в партнерстве с компанией NEL International. Что значит строить команду? Я объединяю людей, вовлекаю и объединяю, и развиваю. Так вот, бизнес у меня занимается уже более шести лет, и первые четыре года мы всегда использовали тактику, которую условно можно назвать «я иду к людям». Но не в том смысле, как предполагают некоторые хейтеры сетевого, то, что ты взял клетчатую сумку, затарился продуктом и пошел продавать по бизнес-центрам. Нет. Я имею в виду, что мы образно говоря шли к людям. Мы писали список, мы делали звонок, мы приглашали людей на встречу, и после встречи мы уже либо работали с человеком, либо нет. Эта тактика, она до сих пор естественно используется, она работает, и она крутая. Плюс этой тактики в основном в том, что она доступна абсолютно любому человеку, потому что у всех у нас есть какие-то знакомые, которым мы можем позвонить. Эта тактика легко дуплицируется, потому что ей легко обучиться, потому что это опять же просто принцип коммуникации. Мы все общаемся с другими людьми, но просто в процессе построения бизнеса вы будете сделать это более эффективно, узнавая какие-то принципы общения. И эта тактика бесплатна, потому что ты учишься в процессе. Но у этой тактики есть и минусы. Если вы постоянно хотите, чтобы у вас появлялись в команде новые люди, приглашенные вами лично, то это означает, что вы постоянно задействованы в процессе, то есть вы сами персонально пишете список, вы звоните, и вы встречаетесь с людьми. Кстати, встреча может проходить как по скайпу, так и в реале, это не важно, но тем не менее это делаете вы. То есть эта тактика предполагает ваше постоянное включение в процесс. И есть еще одна проблема. В любом случае список ваш персональный рано или поздно заканчивается, и поэтому человеку, который хочет развиваться в бизнесе, приходится осваивать такой навык как нетворкинг. Это новый навык и он требует времени. Кстати, у меня на канале вы можете найти все ролики по этой теме, потому что я считаю этот навык очень важным. Но он не всегда приходит сразу. В последние два года мы в бизнесе очень четко видим, как тактика работы меняется. И плюсом к этой тактике я иду к людям, появляется новая тактика, которую условно можно назвать я-магнит. Ну то есть, грубо говоря, когда люди сами идут ко мне. Тактика магнит базируется на двух вещах – это селф брендинг, то есть создание своей экспертности и селф маркетинг, то есть продвижение себя. Понятное дело, что если вы эксперт в чем-то и люди об этом знают, они к вам идут. И без привязки к современным технологиям, к профессионалам своего дела всегда стояла очередь. Таких людей люди передают из рук в руки и всегда они востребованы, но с помощью интернета рассказать о своей экспертности можно гораздо большему кругу людей и гораздо быстрее. Ну и почему бы это не использовать? Понятное дело, что вот эта бизнес-модель, я типа ничего не делаю, а люди ко мне идут, она очень привлекательна. Ну, потому что как ничего, то есть я делаю какие-то посты, размещаю какие-то там баночки, говорю что там о себе, и люди такие, вау, круто, все, очередь встала. Выглядит клево. Именно поэтому вот за последние два года очень много менеджеров и партнеров нашей компании ринулись заполонять пространство вот этими фотографиями, и на выходе оказалось, что к кому-то люди идут, а к кому-то люди не идут. И оказалось, что все немножечко сложнее, чем просто выложить фотографию с банкой и написать «купи» или выложить фотографию с Мерседесом и сказать «приди». Дальше, еще немножечко про терминологию. Есть такое понятие «лид». То есть мы часто говорим о том, что social media marketing SMM позволяет нам генерить входящий поток лидов. Кто такие лиды? Это не клиенты еще пока и не партнеры. Это люди, которые просто проявили интерес к тому, что вы делаете. И, например, написали и сказали «интересная штука, а для чего это нужно?» Или «интересный бизнес, а расскажи детали». То есть человек проявил интерес. Нужно отдавать себе отчет, что то, в кого он превратится, очень сильно зависит от того, как вы с ним поработаете. То есть в кого он может превратиться? Он может стать клиентом, партнером или отказом, или долго зреть за ровненным зерном. Например, в моей команде многие люди сейчас занимаются продвижением через социальные сети, и я вижу, как у людей с приблизительно одинаковым позиционированием идут входящие заявки, лиды. Но у одного человека они конвертируются в регистрации, у другого в продажи, а у третьего все куда-то пропадают. И я понимаю, что дело не в том, как он настроил входящий трафик, а дело в том, как он работает с этими заявками. Кстати, для того, чтобы научиться работать с этим правильно, я вам рекомендую посмотреть у меня на канале плейлист, который называется «Инструменты для бизнеса», потому что там как раз вот об этом. Как звонить, как проводить встречи, как работать с возражениями, как запускать новичков в работу. Это необходимо. Какой бы трафик вы не создали из социальных сетей, без правильной работы с людьми, это будет абсолютно бесполезно. Далее, людей, которые сейчас в бизнесе НЛ Интернешнл используют в социальной сети, условно можно разделить на 5 категорий. Первая категория – это так называемые референтные личности, люди, которые пришли в бизнес, уже имея большую базу подписчиков, поклонников и так далее. И, по сути, что они сделали? Они в свой лайфстайл с большим охватом аудитории просто интегрировали бренд Энерджи Диет или другие продукты или бренд НЛ и начали, по сути, направлять часть своей аудитории в бизнес. Понятное дело, что этим людям не нужны никакие ролики на тему, как делать это правильно, потому что у них и так все хорошо. Обычно это аккаунты с аудиторией от 20 тысяч человек и с количеством лайков от 500 на одной фотке. То есть при таком охвате плюс-минус можно говорить уже о некой медийности. Вторая категория – это полная диаметральная противоположность первых. Я их называю условно боты – Энерджи боты или НЛ боты. Почему? Потому что это чисто рекламные аккаунты, которые создаются не очень, как мне кажется, умными партнерами компании. Сайдон, единственной целью – продавать. Эти люди пытаются продавать банки, продавать бизнес. Обычно они называются как? В их названии фигурирует слово Энерджи Диет или НЛ. НЛ Уфа, Энерджи Диет Казахстан, НЛ Юсэй, короче, что-то такое. Как вы понимаете, я персонально отношусь к ним в некотором смысле негативно. Почему? Потому что в этих брендах нет персональности, то есть нет индивидуальности и персонального подхода. Вы знаете, людям гораздо интереснее узнать, что думает Иван Иванов о том, как он пришел в бизнес и как он в нем растет, чем думает НЛ Уфа. И, как правило, их контент, он тоже достаточно плоский. Обычно они делают чужие репосты, копипастят информацию с основного сайта, берут чужие результаты. И это все достаточно примитивно, в том смысле, что таких магазинов много и по факту они просто конкурируют друг с другом. Была бы моя персональная воля, я бы, конечно, запретила делать так. И, кстати, у нас в личном офисе есть рекомендация не использовать название НЛ или Энерджи Диет в названии аккаунтов. Но люди, естественно, это не соблюдают. Но формально они не нарушают ничего. Почему? Потому что для покупок они отправляют людей на официальный сайт и как бы через интернет не продают. Но давайте смотреть суть вещей. Эти люди пытаются продавать через интернет и их аккаунты созданы только с одной единственной целью – продажа продукта или бизнеса. Поэтому я их называю боты. Они захламляют информационное пространство и становится сложнее найти каплю какого-то действительно интересного контента по этой теме. Третья категория людей – это люди, у которых есть аккаунты, но они их практически не используют. Я знаю, что за этим аккаунтом стоят серьезные лидеры, харизматичные, интересные, с большими организациями, но там практически ничего нет. Видимо, люди еще не определились со своей тактикой в СММ, не понимают, надо им это или не надо. Они ничего практически не постят. Одну, две, пять, пятнадцать фотографий за год. Скорее всего, они просто наблюдают за тем, что происходит вокруг. Или они, например, просто говорят о своей жизни. Не вкладывают туда никакой бизнес-зерно. Четвертая категория – это люди, которые уже создают крутой контент. Они делают очень качественные посты, они говорят о рынке, рассказывают о результатах, но они не продвигаются. То есть, у них очень интересная лента, и на некоторых из них я подписана, но у них маленькое количество подписчиков. Маленькое – это тысяча-две максимум. И очень жаль, потому что если бы они продвигались, то им было бы хорошо, потому что у них был бы входящий поток. И нам было бы хорошо, потому что мы бы увидели эти ценные мысли. И пятая категория – это люди, которые и создают контент, и при этом работают над приростом своих подписчиков. Соответственно, эти люди с каждым месяцем все больше и больше получают входящего трафика и реально видят, как это работает, и уже понимают какие-то некие тенденции. И давайте посмотрим, для кого эти ролики. Если говорить про первую группу, понятное дело, что им никакие ролики не нужны. Более того, я в своих обзорах буду делиться теми фишками, которые я вижу у них, и какие-то из них у меня срабатывали, а какие-то нет. Поэтому тут очень важно, что если вы видите какой-то пример, он иногда может быть на вашу почву не слишком применим. Это во-первых. Что касается второй категории ботов, то им никакие ролики не помогут, просто потому что они не понимают сути нашего бизнеса. А суть бизнеса не просто тупо в том, чтобы настроить большой поток людей. Мы с людьми выстраиваем партнерские отношения, и для этого очень важна индивидуальность, личность. Поэтому, честно говоря, я рекомендую продвигать в интернете себя, вас лично, создавать собственный бренд и популяризировать его. Ну и в первую очередь ролики, конечно, для третьей, четвертой и пятой категории. Для того, чтобы вы, так же как и я, быстрее перешли из третьей категории в пятую. И чем будет больше крутого контента на тему нашего бизнеса и сетевой индустрии вообще, тем больше будет людей заниматься сетевым бизнесом и быть успешными в этой сфере. Ведь это же потрясающая сфера, которую мы с вами, раз вы смотрите этот ролик, очень любим. Давайте делать его популярным, в том числе с помощью SMM. Вот когда я чуть больше года назад уже серьезно задумалась о том, что SMM это важно, я на самом деле находилась в третьей категории. То есть у меня суммарный охват аккаунтов был порядка двух тысяч человек. Это если взять Facebook, контакты, Instagram вместе взятые. Я постила только для себя. Ну иногда какой-то там, ну вот я в офисе или вот я с Мерседесом. То есть все это было очень для себя. Я не понимала, какой ресурс в себе таят огромные социальные сети. Когда по наводке очень мудрого человека и придаю ему привет и благодарность, я начала все-таки развиваться там. Сначала я начала постить и автоматически начало расти количество аудитории. Но потом я еще плюсом начала продвигаться. И в итоге приблизительно за год целенаправленной работы в этом направлении моя аудитория выросла суммарно до 40 тысяч человек за минусов перекреста. То есть я отсюда вычитаю людей, которые одновременно и в ВКонтакте, и в Инстаграме и так далее. Есть программы, которые позволяют это оценить. Так вот, о чем я сейчас говорю. Я никакая не звезда. Я не пою, не пляшу, не выступаю. И я не затрагиваю очень популярные темы, которые пользуются особенным спросом в интернете. Но, тем не менее, при использовании грамотного подхода это дает результат. Более того, сегодня, например, я вот только недавно открыла для себя контакт, как ресурс для бизнеса. Я знаю, как за один день из контакта получить 5 лидов. То есть 5 заявок, здравствуйте, мне интересен ваш бизнес, расскажите подробнее. То есть я уже знаю, какие технологии я могу использовать, в том числе программы, в том числе скрипты и так далее, для того, чтобы это сгенерить. Ну вот, собственно, именно об этом мы и будем с вами говорить в этой серии роликов. Дальше. Что касается вообще в принципе СММ, здесь есть два подхода. Первый подход, я его условно называю интуитивный. Это когда человек делает аккаунт и начинает что-то в нем писать. Делает это ярко, круто, красиво и достаточно быстро, ну, на определенные популярные темы, причем он их специально, может быть, не выбирает или выбирает, этого я не знаю. Но, тем не менее, у него достаточно быстро растет аудитория, которая говорит, вау, ты такой клевый, ты мне так нравишься, и все, мы твои поклонники, фанаты тысячи. Круто. Популярные темы какие? Ну, я думаю, что даже можно не перечислять, все и так понимают, какие темы я имею в виду. А второй подход, это как раз-таки осознанный подход. То есть, я приведу пример, если в вашей странице в какой-либо социальной сети уже больше года, и она еще пока не генерирует вам хороший входящий трафик заявок в ваш бизнес, это означает, что вам нужно использовать осознанный подход. То есть, грубо говоря, на интуитивный, либо вы ничего вообще там не делали, либо вы уже что-то делали, но это не работает. Понимаете, если вы делаете какие-то действия и не даете результата, надо менять действия. Я в свое время приняла решение разбираться в этом вопросе, и вы знаете, за вот этот год я общалась очень много с разными экспертами и типы экспертами. Я уже приблизительно могу отличить, кто хороший СММщик, кто нехороший СММщик. Очень много фишек технологий, 80% того, что я уже знаю, я еще пока не внедряла, потому что каждая технология требует обкатки, в каждой социальной сети есть какие-то нюансы. А, кстати, давайте еще назовем этот подход не осознанным, а назовем его профессиональным. И вот, когда мы говорим о профессиональном подходе, то в нем выделяются два больших-больших направления. Одно направление – это контент-стратегия. Это ответ на вопрос, что постить, где брать темы, какие подбирать фотографии, где брать источники вдохновения, как часто, как удерживать свою аудиторию и так далее. То есть, по сути, это тематика вашей страницы. И второе большое направление – это продвижение вашей страницы. Это ответ на вопросы, где взять подписчиков, как увеличить количество лайков, как сделать так, чтобы люди постоянно приходили и приходили, какие программы можно использовать для увеличения количества подписчиков, лайков и так далее. Короче, все по поводу роста. Контент – это тематика, а продвижение – это как раз-таки рост популярности. Вот поэтому мы эти два момента разбираем, разводим и будем говорить и об этом, и об этом. Ну что ж, для введения в СММ на сегодня, как мне кажется, достаточно. Давайте резюмируем. Если вы хотите создать поток автоматических заявок, то СММ нужен. И если у вас есть аккаунт в социальных сетях, которому уже больше года, но он еще до сих пор не работает именно в этом направлении, значит вам нужен именно профессиональный СММ. Если вы подписчик моего канала, то мы с вами постепенно разберем очень многие аспекты, связанные с СММ-продвижением, и вы будете знать, как это делать грамотно. Ну, а если вы не хотите ждать и хотите уже прям завтра все сделать, то пишите в личку, совершенно бесплатно я сдам вам пароли и явки тех людей, которые качественно обучали меня и за фишки и примеры которых я отвечаю. В том смысле, что они работают. Конечно, их услуги не бесплатны, но в случае с продвижением в интернете это то, что очень быстро купается, потому что это приводит вам новых партнеров и клиентов. Ну что ж, до встречи в эфире и welcome to SMM. Спасибо. 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 Спасибо.